Приветствую. Вчера Ивано-Франковский ТЦК и ЕСП сообщил о том, что они подали в розыск 40 тысяч человек. А сегодня Полтавский ТЦК и ЕСП сообщил о том, что они тоже подали в розыск 30 тысяч человек. И эти цифры многих ужаснули, мол, как это так, что в таких количествах людей разыскивают? Неужели у нас так в стране много ухылянтов? Да и вообще, а законны ли такие действия? Есть ли закон, который регулирует взаимодействие между ТЦК и ЕСП и полицией? И действительно ли полиция должна разыскивать этих людей? Ну и разыскать, как мы понимаем, мало. Этого же это не решает вопрос, да? Этого человека нужно еще доставить в ТЦК и ЕСП. А зачем доставить? Естественно, чтобы привлечь к административной ответственности. За что? За то, что он уклоняется от воинского учета. По меньшей мере, такое мнение ТЦК и ЕСП в отношении этих людей. Ну, если бы они не считали, что эти люди совершили какое-то правонарушение, они не должны были обращаться в полицию с целью розыска и доставки этих людей. И вот сейчас мы поговорим, насколько это много и насколько это законно. Итак, отвечая на первый вопрос, действительно ли у нас в стране так много ухлянтьев? Нет, нет и еще раз нет. Мне вообще кажется, что эта проблема, она, ну скажем так, преувеличена. Ее масштабы преувеличены. Вдумайтесь, вот Ивано-Франковская область. Прошло два года. И спустя два года они говорят, что у нас там почти 40 тысяч ухлянтьев. А давайте посмотрим статистику. А сколько вообще мужчин в Ивано-Франковской области? И когда мы увидим эту статистику, когда мы посмотрим, сколько мужчин от 27 до 60 лет, а это основная группа тех людей, которых сейчас можно призвать в связи с мобилизацией в Украине, то мы увидим, что таких людей 321 тысяча на 21 год было. А потом, кстати, туда еще много мужчин приехало с восточных регионов. И возникает вопрос, какое процентное соотношение? 12%. То есть всего лишь 12% мужчин нарушило правила воинского учета. Мне кажется, с учетом такой статистики, наверное, СМИ и государственным деятелям нужно бы удалить из своего лексикона слово ухлян. Потому что у нас, куда ни кинь, сейчас на каждого тыкают пальцами, кричат ухлянд. Хотя, как мы видим, вот, юридически достоверно, да, только 30 тысяч. Ой, 40, прошу прощения. А это всего лишь 12%. А если пойти дальше, то окажется, что часть из них имела уважительные причины. Часть из них, скорее всего, вообще выехала за границу уже. И наверняка, если выехали за границу, то, скорее всего, в большинстве своем выехали на законных основаниях. Это, опять же, официальная статистика. Да, кстати, по статистике, по количеству мужчин, проживающих и в Ивано-Франковской области, и в Полтавской, я ссылочку вам дам в описании к видео на сайт Укрстата, чтобы вы могли зайти проверить. Полтавская область, где 30 тысяч подали в розыск. Много, кажется, ой, какой ужас. А ужаса нет. В Полтавской области 327 тысяч мужчин. 327 тысяч мужчин. То есть, ухылянтив, так называемых, 9%. Всего лишь 9%. То есть, как таковой, проблемы ухылянства, как мне кажется, в обществе вообще не существует. Потому что, если только 9% уклонились от воинского учета, а повторюсь, не все из них уклонились, потому что мы еще разберемся с этим, когда вы найдете этих людей. Потому что выяснится, что у них, у кого-то есть уважительная причина и неявки. У кого-то есть отсрочка, и он вообще не является ухылянтым в этом смысле. Кто-то выехал за границу. И что? И окажется там вообще полный мизер. И не нужно всех тыкать пальцами и кричать, что вот ухылянты, ухылянты, ухылянты. Теперь перейдем ко второму вопросу. Вообще это все законно? Может ли полиция, вернее ТЦК и ЕСП обращаться в полицию? И, соответственно, полиция что-то делать на основании обращения ТЦК и ЕСП? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы с вами сейчас посмотрим текст нормативно-правовых актов. Это тексты законов будут. И увидим, а что же там написано. Итак, смотрим. Начнем мы с закона о национальной полиции. 23-я статья. Основни повноважения полиции. И вот здесь у нас есть пункт 9, где сказано, что национальная полиция доставляет у выпадках и порядку, вызначенных законом, затриманных осіб, подозреванных у вчинене криминального правопорушения та осіб, які вчинили административное правопорушение. То есть, если человек совершил административное правонарушение, полиция имеет полномочия его доставить. Также соответствующая полномочия, обратите внимание, есть в статье 259 Кодекса Украины о административных правонарушениях. Ссылочка на все эти акты будут в описании, вы сможете самостоятельно почитать. Вот что здесь написано. З метою складения протоколу про административное правопорушение, в разе неможливости скласти его на месте вчинения правопорушения, если складение протоколу является обовязковым, порушника может быть доставлено в полицию, в подраздел ВСП у Збройных силах Украины до территориального центра комплектования та социальной підтримки. Вот еще раз выделяю, да, чтобы вы видели. Вот, до ТЦК та СП. Соответственно, мы видим, что здесь уже два закона предусматривает это. Идем дальше. Идем, смотрим последний закон. Это закон о воинской обязанности и воинской службе. И это статья 38 Закона Украины о ВОО и ВС. И что здесь сказано? Органы национальной полиции Украины, установленному законом порядку, зобовязаны за зверненнями территориальных центров комплектования социальной поддержки, ну, дальше служба безопасности и так далее, доставить до таких территориальных центров комплектования та социальной поддержки осіб, которые совершили административные правопорушения, предбачены статьями 210-210 Прим Кодекс Украины про административные правопорушения. Ну, а 210 и 210 Прим, мы помним, да, это те статьи, мы не раз о них говорили, которые предусматривают админответственность за неявку по повестке. В первую очередь. Ну, и, в принципе, за нарушение правил воинского учета. И, конечно же, вы здесь скажете, стоп, Олег, но здесь написано, что доставляют тех, кто совершил правонарушение, а вот этот же человек еще не совершил, ведь нет еще ни постановы ТЦК о том, что этот человек совершил правонарушение, ни решения суда. Почему здесь написано человек, совершивший правонарушение? Друзья, вот так написано. И, ну, у меня другого объяснения нет. Это, на мой взгляд, тоже некорректно, потому что этот человек действительно, его вина еще не доказана. А вдруг вы его доставите, а выяснится, что у него уважительная причина была. И получается, что вы доставили человека, который не совершил админправонарушение. Конечно, правильно во всех этих случаях было бы написать доставка человека, который подозревается в совершении административного правонарушения. Но есть как есть, и, к сожалению, на этом основании оспорить ничего не получится. И это проверено судебной практикой. То есть не нужно там говорить, я тебе верю, либо не верю. Вы можете открыть судебную практику, и вы увидите, что на вот этом, на неправильной терминологии в данном случае, на мой взгляд, неправильная эта терминология, ну, ничего не получится оспорить. Идем далее. Кроме этого, естественно, есть еще и постанова 1487, в которой тоже написано, что по обращению ТЦК и ИСП полиция должна разыскать и доставить людей, которые совершили админправонарушение, нарушили правила воинского учета, доставить в ТЦК и ИСП. То есть, к чему я веду сейчас? Вот этот весь порядок, это то, как должно происходить в соответствии с действующим законом. Человек получил повестку, законную повестку, да, надо начинать с того, что человек должен получить законную повестку, выписанную тем лицом, которое уполномочено на это, а это уполномочен только делать начальник ТЦК и ИСП. Дальше, этот человек нарушил правила воинского учета и нарушил правила закона, не явился по такой повестке. После этого ТЦК должно обратиться в полицию, и полиция должна там приехать к человеку на работу, например, и сказать, все, друг, поехали, мы тебя отвозим в ТЦК и ИСП. Вот такой порядок действий с, яку только люблять казаты ухэлянтамы, предусмотрен законом. Вот такой порядок действий. Не за руки, за ноги и в бусик, как мы это наблюдаем, и причем там тоже мы не знаем вообще, человек совершил правонарушение или не совершил. Это то, что предусмотрено законом. Это как должно быть все эти два года? Это мы должны были наблюдать. Что человек нарушает, за ним приезжает полиция, и полиция доставляет в ТЦК и ИСП. Кстати, хочу отметить, что полиция в этом случае имеет право применять силу. То есть, если человек не выполняет их распоряжение, то, соответственно, они могут применить силу. Но в этом случае однозначно они должны составить протокол задержания. И если вы оказались в такой ситуации, всегда требуйте, чтобы был составлен протокол задержания вас. А потом я не рекомендую сопротивляться, потому что полиция реально будет применять силу. И в суде вы, к сожалению, не сможете потом оспорить, получить компенсацию какую-то за применение силы. Почему? Потому что вы видели эти нормы. И вы знаете, что в законе есть у них такое полномочие. И вот, наверное, если бы это всегда происходило все именно так, если бы ТЦК с самого начала сказала, что мы будем разыскивать, что мы будем в порядке, предусмотренным законом, доставлять этих людей в ТЦК, составлять протоколы, привлекать к ответственности, ни в коем случае не применяя к ним силу со стороны самих представителей ТЦК. Не на этапе розыска этого человека, не на этапе, когда он оказался в ТЦК ЕСП, и на него там психологически могут давить. Да, и мы знаем о таких ситуациях, мы видели их в сети. И вот, наверное, тогда у людей было бы совсем другое отношение к мобилизации. И даже вот этих 12%, которые у нас сейчас есть в Ивано-Франковской области, даже такого количества розыска не было. Потому что люди бы просто по-другому к этому бы относились. И вообще по-другому воспринимали бы происходящее в стране. К сожалению, те, кто за это ответственны, почему-то это не понимают. А может, сознательно делают это. Но если сознательно, то тут нужно обратить службе безопасности Украины и другим органам, которые должны выявлять таких людей и задуматься, почему эти люди разрешают такие действия, которые во время военного положения в Украине дискредитируют саму идею мобилизации, что ни в коем случае не должно быть в той ситуации, в которой мы все оказались. И, конечно, как и раньше, мы бы хотели, чтобы не только людей разыскивали, а чтобы мы видели, как правоохранительные органы сообщают о том, что представители ТЦК, которые нарушили права человека, тоже разыскивают, находят и привлекают к уголовной ответственности по всей строгости закона. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, ставьте ему лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал. Также приглашаю вас всех в Telegram канал. Его название вы сейчас видите вот здесь на экране. И традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok